Сегодня Лоеве означает одразу некольки знаменальных дат. Тут проходят мероприемства, просвещенные вызволению района от нацистских захопников и 515-й годовине города. Наши корреспонденты опынулись в центре падей. Святочное мероприемство в Лоеве начинают пограничники. Два года тому третьей заставе мясцовой комендатуры присвоили имя Миколая Сушанова, якому сегодня обсполнилось 100 годов. 15-го кастричника 1943 года пограничник у лику перших фарсировал Днепр у районе Лоева. Разом со своим батальоном захопил и утрымливал плацдарм. У студене 44-го указом Президуума Верховного Совета СССР за узорное выполнение боевых заданий у командования на фронте боротьбы с немецкими захопниками и проявленное при этом можности героизм старший сержант Миколай Сушанов отримал звание Героя Советского Союза. И такий факт. При фарсировании Днепра и вызволении Лоевского плацдарма героями стали 365 человек, 48 за яких пограничники. Сучасные вратовники границы не только памятают об их подвигу, але и шмат робец для патриотичного выхования сучасной молоди. Очень большое внимание уделяем патриотическому воспитанию молодежи. В мае этого года был открыт уголок пограничников Музея военной славы города Гомеля. В сентябре этого года экспозиция в средней школе номер три посвященная пограничникам. В октябре мы сделали большое дело, передали пограничный катер АЕСТ в Музей военной славы города Гомеля. И уже сегодня впервые мы вручаем диплом Николая Тимофеевича Сушанова военнослужащему срочной службы. До военной тематики сёння у Лоеви зверталися часто. Гэты город у Вогуле мая самая непосредная дочинение до шмат яких военных падзей. Нават яго першая узгадыванья у гисторичных крыницах у 1505-м годе звязана з усім немирным походом крымских татар. А у 1649-м под Лоевом отбылася битва помеж войсками Великого княства Литовского и Запорожской сечи. Але самые жорсткие бои на гэты земли припадаюць наперед Великой Айчынной. Падчас сёняшніх асвяты реконструкторы с Беларуси и России показываюць эпизоды форсировання Днепра 15-го кастрышника 1943-го года. Греху перешкаджая дождь, але ён ніяким чынам не можа паравновывацца с тыми тяжкостями, з якими у реальности сутыкнулися наши бойцы. При форсировании Днепра и вызволении Лоевского плацдарма загинула больше як 12 тысяч шарвонармейцев. Падчас подрахтурки реконструкции у военно-историчных клубных объединаниях до документов тых часов завернулися яще раз. Люди вот сейчас в такую октябрьскую погоду вплавь переправлялись за плотами. То есть вот в ледяной воде неоднократно, а есть воспоминания десятки раз, даже боеприпасы просто толкали плоты вручную, чтобы подвести боеприпасы на плацдарм, который Красная Армия уже заняла и удерживала. Потому что, естественно, немцы наносили, очень было ему здесь удобно, контрудары, и пытались Красную Армию передовые уже отряды уже скинуть обратно в реку. Бадая одина, что перешкоджало сегодняшнему святу улове постоянный дождь. Хоть уносить некие значные коррективы у программу организаторы не стали, и навод провели святочное шести. Неколи такие демонстрации подчас урочистостю были звычайной справой, але теперь их можно убачить не вельми часто. На центральной площади города – военнослужащие, пограничные комендатуры, районных отделов внутренних справ и Министерства по надзвычайных ситуациях. Колонну воинов-интернационалистов изменяют самые маленькие жихары. Кали есть у свете абсолютное счастье, то это миновито дети. Поколь на этой земле гучит дитяший смех, район будет жить и квитнеть. Сегодня я выражаю слова искренней благодарности всем нашим ветеранам Великой Отечественной войны, всем нашим жителям, всем, кто трудится на сельской иниеве, в производстве, предпринимательстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, социальной сфере, всех тем, кто сегодня заботится о благополучии нашего района и каждого жителя, чтобы в семье каждого жителя были согласия и достаток. Я надеюсь, что сегодняшний день рождения нашего города станет очередной точкой счета в его развитии и жизнь каждого нашего лаевчанина наполнится благополучием, душевным теплом, радостью, уверенностью в будущем.